Я хотел бы поблагодарить Александра Алексеевича Аптеева, министра культуры Российской Федерации, за сотрудничество, пожелать ему дальнейших эффектов его труда на благо Отечества. Годы, которые мы прошли вместе, вы как министр культуры, я как патриарх, которые отмечены значительным успехом по развитию отношений между сферой культуры в России и Церковью. И я отношу это за счет не только тех лиц, которые возглавляют, с одной стороны, культуру, а также церковь, сколько за счет большого количества людей, не безразличных в судьбе Отечества. Потому что духовная жизнь нашего народа и культурная жизнь нашего народа это и есть подлинный базис, на котором основывается вся деятельность человека, будь то в сфере экономики, политики, социальной сферы. Без духовного и культурного базиса не существует нации, не существует народа, не существует государства. И то, что за эти годы мы прошли через определенные трудности, конечно, может быть, всякое прохождение через трудности связано с болью, но, видимо, нужно было пройти и через эти трудности, для того, чтобы понять, насколько важно взаимодействие культуры и Церкви. Я хотел бы с благодарностью отметить, что сегодня то, что еще совсем недавно болтовало музейное сообщество, представители гражданского общества, сегодня эта тематика практически снята с повестки дня, потому что опыт жизни показал, когда ответственные люди со стороны, представляющие культуру и ответственные люди, представляющие Церкви, вступают в реальный диалог и начинается сотрудничество, то проблемы, какие у них сложными не были, решаются. Разумно, с готовностью понимать друг друга, и самое главное, решаются таким образом, что эти решения приносят пользу людям и отечеству. Я хотел бы сказать о том, что с нашей стороны, как вы знаете, был создан Патриарший Советов по культуре и комиссия специальная по взаимодействию с музейным сообществом. И вот в рамках работы этой институции, я думаю, должны достигнуты большие положительные результаты. Сегодня силами Патриаршего Советов по культуре готовится пособие для храмов, монастырей по содержанию памятников в архитектуре. Это была одна из озабоченностей, в том числе и музейного сообщества, и специалистов области реставрации, связанная с передачей храмов Русской Православной Церкви. И мы понимали необходимое естественное взаимодействие опять-таки специалистов в области реставрации с церковными руководителями по выстраиванию работы направленной на сохранение этих памятников на их реставрацию. На ищем летом будут применены курсы для пириков в Мириангурской Православной Церкви по теории и практике сохранения памятников в культуре. С тем, чтобы действительно настоятели, лица ответственные за храмы, были достаточно подготовлены для решения тех задач, которые стоят перед ними в связи с возложением на них особой ответственности за сохранение этих памятников. Такой же курс и готовится для студентов семинаров. Текущие проекты, которые у нас сегодня находятся в Центре внимания, это памятник свидетелю Ермогену Матриарку Московскому и Всероссийску в связи с 1303 окончания Смуты. В этом году, как вы знаете, был заложен камень в основании этого памятника при вашем активном участии. И сейчас объявлен конкурс. Мы очень надеемся, что 4 ноября, Дни Народного Единства, этот конкурс будет завершен и будет действовать как жюри специалистов, как и Народная жюри, с тем, чтобы мы могли отобрать лучший проект для создания этого памятника. Кроме того, объявлен конкурс на внутреннее убранство 200 новых храмов в Москве. Паломнические проекты развиваются в древних монастырях и храмах. Я думаю, что соглашение, которое мы сегодня подписываем, с одной стороны, как бы формализует все то, что реально уже делается в плане сотрудничества Русской Церкви с Министерством культуры, а с другой стороны, открывает новые возможности для осуществления вышеперечисленных и других проектов. Поэтому с благодарностью я бы хотел отметить также еще раз ваше личное участие и ваш личный вклад в ту самую большую работу, которая сегодня осуществляется во взаимоотношениях Русской Православной Церкви с Миром в Российской Культуре. Спасибо. Позвольте, Ваше святежество, Вы очень правильно сказали о необходимости патриотического воспитания граждан любви к Отечеству. Одним из важных инструментов вот такого воспитания людей является, конечно, развитие российской культуры, гениально подающейся российской культуре, делающей нашу страну великой державой. И в этом отношении Министерство культуры намерено и далее развивать очень тесное сотрудничество Русской Православной Церкви и максимально содействовать реставрации уникальных памятников отечественной культуры, которыми являются многие храмы, монастыри, музейные экспонаты, выставленные как государственных музеев, так и в храмах и церковных музеях, которые тоже получили свое развитие и успешно существуют в Русской Православной Церкви. Я хотел бы отметить тот факт, что государство уделяет очень значительные ресурсы для реставрации памятников культуры и, прежде всего, храмов, монастырей и пульных других ценностей. Знакомым событием в этом отношении явилось решение Владимира Владимировича Путина о передаче новодевичего монастыря в пользование Русской Православной Церкви. в собственность Русской Православной Церкви и музейных экспонатов, которые являются делами участия в монастыре. Знакомых событий было много. Это и ход строительства, реконструкции и реставрации Нового Иерусалимского монастыря. Это, конечно, морской собор, слава и гордость как российского флота, так и российской культуры, и архитектуры, так и Русской Православной Церкви. Это и другие вещи. Мы сейчас вместе готовимся к празднованию 70-летия Сергея Иерарьковского. Это крупное событие в российской истории, событие в духовной жизни нашего народа. Я очень признателен, Ваши святые, что Вам лично за те широкие возможности сотрудничества на всех уровнях, со всеми иерархиями, для того, чтобы максимально использовать этот праздник для развития культуры и для демонстрации замечательных страниц истории нашего народа. Мы сегодня особое внимание обращаем на качество реставрации, а для этого много делаем для того, чтобы восстановить былую славу и традиции русского реставрационного искусства. Сейчас мы восстанавливаем классность для реставраторов, специальный экзамен для реставраторов. На особо важные объекты российской культуры, которые являются храмами и монастырями, мы проводим и будем дальше проводить особые конкурсы, в которых будут участвовать только признанные лучшие специалистовые донусы для того, чтобы реставрация была на уровне техносов, архитектуры и жилкости, которые были достигнуты нашими проектами. Очень важно, чтобы подписываться соглашение, но не только накануне Дня Победы, но и накануне Дня Празднования Русской Писанности и русского, и христианского просвещения, специально подчеркнули название этого праздника, потому что в советское время понятие христианского просвещения исчезло из этого памятника и из этого праздника. А это самое главное для сердца Ирина, потому что именно святые, равно апостолам Кирилл и Мерфодия перевели Библию на церковно-славянский, и к нам пришла в Россию первая рукописная книга, была первая рукописная книга, была именно Евангелие, и это дал широкий толчок, я бы сказал, новое качество развития русской цивилизации, писемность, единство языка, единый стандарт для всех регионов, возможность переписки, возможность сообщения, и огромный импульс для развития российской культуры и духовности. Поэтому подписывая документы, стоит учитываться большого волнения и понимания, как необходимо сотрудничество Министерства культуры с Русской Православной Церковью и для развития культуры, и для развития духовности, и для формирования граждан нашей страны как истинных патриотов и настоящих граждан будущей России. Спасибо. 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 Спасибо.